Ольга Георгиевна, ну во-первых, здравствуйте. Спасибо, что вы согласились поделиться данными, потому что сельхозпроизводители Ростовской области особенно всегда ждут, какие запасы в почве, где у нас азот, чтобы приступить к весенним работам, уже вооружившись информацией от науки. Поэтому ждем ваш доклад о том, чем закончился мониторинг Агрохимцентра Ростовского и к чему нам быть готовым. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо за предоставленное слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Действительно, мы с вами каждый год встречаемся в начале весеннего паревого сезона и оцениваем та ситуация, которая сложилась у нас за весенний период и за зимний период. Эту информацию, которую вы слышите в наших закладах, она представлена Агрохимической службой России. В Ростовской области она представлена тремя станциями. В Краснодарском крае четыре станции. Это Краснодарский центр, Кавказская станция, Северодонецкая и Черноморская. А в Ставропольском крае две станции. Это Ставропольский центр и Прикумская станция. И вот уже 60 лет мы вместе с вами говорим и наблюдаем за состоянием плодородия почвы, за состоянием озимых, даем рекомендации и идем рука об руку, чтобы получить те урожаи, которые дадут нам экономическую стабильность. Итак, начнем с той информации, которая есть у нас на сегодняшний день. Здесь отражены состояния посевов именно на январь месяц по Ростовской области, количество влаги, которая выпала за сельскохозяйственный год и количество минеральных удобрений, которые использовали вы под озимую пшеницу. Мы видим, что рекордный урожай 23-го года, он состоялся благодаря тому, что у нас были хорошие погодные условия именно весенне-летнего периода, потому что начинали мы в очень сложной ситуации. У нас в январе еще не хватало достаточно влаги из-за того, что и осенний период, и зима начинались очень сухо, и влаги не было. Но февраль месяц принес обильные осадки. По Ростову, например, Ростовской области в феврале месяце выпало 165% от нормы. Дальше был влажный март, апрель, май, июнь, и в итоге вот такая рекордная урожайность. Но она не только из-за погоды. Посмотрите, мы с вами, и очень хорошо поработали для того, чтобы сформировать этот урожай. Доза внесения под озимую пшеницу сезона 22-23 года увеличилась и составила 141 килограмм на гектар. Какое же состояние по регионам сейчас? Если мы данные Ростовской области рассмотрели, то в Ставропольской крае это немножко другая ситуация. Здесь в основном площади в удовлетворительном состоянии. В хорошем всего 28 и 21 в плохом. В Ростовской области у нас только 4% в плохом состоянии и преобладают посевом в хорошем состоянии. И наиболее такая хорошая ситуация сложилась у нас в Краснодарском крае, потому что 75% находятся в хорошем состоянии и 25% в удовлетворительном. Как же распределялись именно осадки осеннего периода? Это новая информация, которую мы решили вам показать. Если мы говорим об урожае 23-го года, который дал нам рекордный урожай, то мы видим, что у нас в основном количество осадков в осенний период выпадало на севере и немножко была затронута Приазовская зона. Центральная зона, южная зона и особенно восточная зона это были самые минимальные значения осадков, которые выпали в осенний период. Ситуация урожая 24-го года у нас совсем другая, но хотя тоже есть районы, у которых количество осадков за осенний период было в минимуме, это восточные районы Ростовской области, это вот полоса от северо-западных районов Боковской, от Боковского, Каменского до Приазовской зоны. То есть здесь количество осадков было минимальным именно осенью 23-го года. Еще один интересный момент, на который хочу обратить внимание. Учитывая, что по Ростовской области за последние 3 года мы видим увеличение осенних осадков, то когда мы переходим конкретно в природно-сельскохозяйственные зоны именно Ростовской области, то у нас такая тенденция не наблюдается. Здесь я привожу данные суммы осадков за осенний период для всей области и для Приазовской зоны. Мы видим, если последние 3 года в целом по области идет определенный рост, то конкретно для Приазовской зоны, извините, что все остается на уровне. Сумма осадков за осенний период по нашим соседям. Краснодарский край 311 мм, Ростовская область 251 мм и Ставропольский край 179 мм. Отсюда и то состояние посевов, которое мы видели с вами на предыдущих слайдах. Запасы влаги. Это запасы влаги на декабрь месяц. И здесь я привела сравнение с февралем 2023 года. То есть получается, что уже в декабре мы имели запас влаги намного лучше, чем в феврале прошлого года, который дал нам хороший урожай. То есть задел у нас именно в запасах влаги очень хороший. И по паровым предшественникам, и по непаровым предшественникам. Азот ведет себя, конечно, по-другому. В декабре у нас еще были районы, где было достаточное количество азота. Вы видите вот эту зеленую полосу на карте Ростовской области. В феврале прошлого года у нас все было красное. И вероятнее всего, после того, как растает снег, мы получим точно такую же картинку запасов азота по паровым предшественникам в урожае 2024 года. По непаровым предшественникам точно такая же ситуация. Нам нужно готовиться к тому, что в начале вегетации азота у нас не будет. И вот исходя из этих позиций, выстраивать и стратегию применения азотных подкормок, и тактику. Здесь на примере приазовской зоны показано все-таки, несмотря на то, что количество осадков приазовской зоне были минимальным в Ростовской области, но промачивание почины толщи произошло глубже одного метра. Практически по всем тестовым хозяйствам приазовской зоне. И азот тоже в неравномерное распределение. Где-то он уже в декабре отсутствовал до глубины одного метра, а где-то он еще сформировал какие-то максимумы. Но учитывая, что у нас сейчас лежит снег, от этого максимума ничего не останется. Опять же, в этом году я обращаю внимание именно на насыщенность починной толщи, метровой толщи, влагой. Мы с вами в прошлом году говорили о таком показателе, как наименьшая влагоемкость, который дает нам понимание о том, вот в починной толщи та влага, которая там присутствует, она взаимосвязана друг с другом. То есть можно это представить как одним сосудом. И на какую глубину. Так вот, у нас есть такие показатели, как наименьшая влагоемкость в 20-сантиметровом слое и в метровой толщи. Если мы оценим запасы продуктивной влаги по этим глубинам на настоящий момент, то мы увидим, что у нас одним сосудом является вся метровая толща. И в этом случае, если мы вносим азот в верхний горизонт, то он распределяется на метр. И концентрация раствора выравнивается, что внизу, что вверху. По сути дела, мы вместо того, чтобы дать азот растению именно для развития корневой системы, мы его распределяем в метровой толщи. Да, у нас в данный момент корневая система может быть. Первичная корневая система достигнет каких-то глубин 60-80 сантиметров. Но это отдельные корешки. И они не смогут взять тот азот, который распределился до этой глубины. В этом году я хочу вам представить еще один показатель. Это наименьшая влагоемкость в процентах и уже по профилю. И вот этот показатель мне показался более интересным. Почему? Потому что таким образом, с помощью этого показателя, проанализировав данные запасы, то есть не запасы влаги, а процентное содержание влаги в почве, мы сможем с вами понять, а на какую глубину все-таки ушел азот. И здесь данные для среднесуглинистых почв, но так как у нас большинство почв тяжелосуглинистых, то значение наименьшей влагоемкости я взяла максимальное. И когда я проанализировала этот показатель именно с этой точки зрения, то оказывается, в приазовской зоне в азот уже в декабре месяце, если его внести в поверхностный горизонт, распределиться до глубины 20 сантиметров, до глубины 40 сантиметров, в северо-восточной зоне до глубины, это Белокалитвинский район, до глубины 50 сантиметров, а на севере, под паром особенно, до глубины 80 сантиметров. Более светлая окраска столбцов означает, что взят средний показатель, то есть для среднесуглинистых почв, потому что в Белокалитвинском, Верхнедонском, Заветинском районе наравне с тяжелосуглинистыми встречаются и среднесуглинистые почвы. А здесь, посмотрите, ситуация для Неклиновского района, Белокалитвинского района, Верхнедонского по пару и по озимой пшенице такова, что у нас азот уйдет за пределы метровой толщи. Поэтому мы продолжаем в этом году наблюдение за поселами, где оцениваем запасы влаги в двухметровой толщи. Они расположены у нас в Оксайском районе, и вот это пример по предшественнику подсолнечник. Обратите внимание, что здесь тяжелосуглинистые почвы, и здесь наименьшая влагоемкость в максимальных значениях. И на декабрь месяц, если вы внесете азот в поверхностный слой, он распределится до 40 сантиметров. А хочу обратить внимание еще на одну цифру. У нас 380 миллиметров заказ продуктивной влаги в двух метрах. О чем это говорит? Это говорит, что и двухметровая толща насыщена влагой. И в некоторых случаях вот этот вот единый сосуд будет представлять толщу до глубины даже двух метров. вот те причины, которые заставляют нас очень грамотно и очень вдумчиво отнестись именно к ранневеседней подкормке. И не считать, раз у нас запасы влаги большие, что мы можем вот сейчас бухнуть все одной дозой, и она сработает. К сожалению, этого не получится, потому что здесь вступают в действие уже другие механизмы, которые распределяют этот азот. И мы это должны учесть в этом году обязательно. Какая ситуация по нашим соседям? Именно по этому показателю. Мы видим, что также все это зависит от природно-климатических зон. Если это Темрюкский район Краснодарского края, то здесь, во-первых, небольшой запас влаги, и даже для среднесуглиностых почв он не превышает тех значений, которые должны быть, которые определяют насыщенность почвенной толщи на уровне наименьшей влагоемкости. А вот Кореновский район такая же ситуация, как в Ростовской области, в Азовском районе и в какой-то степени в Сальском районе. Потому что в Сальском районе там есть тяжелосуглинистые и среднесуглинистые почвы, и для них азот может уйти глубже одного метра. В Савропольском крае тоже нужно понимать, что если эта почва тяжелосуглинистая, то да, азот осанется на глубине 0,20 сантиметров. Если же это почвы среднесуглинистые, то для засушливой зоны, для зоны неустойчивого увлажнения азот уйдет глубже одного метра. И интересная ситуация в Ставропольском крае именно по показателю сейчас достаточного увлажнения. В этом случае здесь сформировался определенный максимум. Но это единичные определения, это может иметь случайный характер. Для того, чтобы для этих регионов действительно выявить определенную закономерность и о ней говорить, нужно провести такой объем определений, которые мы провели в Ростовской области. И я знаю, что и Краснодарский центр, и Ставропольский центр ведут такие наблюдения и информируют своих сельхозтоваропроизводителей о этой ситуации. Прошу обращаться к ним для тех регионов, которые работают именно в Ставрополье или в Краснодарском крае. Очень важный момент, когда же все-таки наносить аммиачную селитру. Сейчас мы по Ростовской области получили данные по проведению подкормки, правда, сульфатом аммуния на Востоке и в Песченоковский, и Дубовский район. Но они у нас традиционно это делают, несмотря на то, что мы предупреждаем, что когда лежит снег, вносить азотные удобрения, это значит просто тратить деньги. При таянии снега все это перераспределится. Тем более у нас еще в некоторых местах есть промороженный слой, на это тоже нужно обращать внимание. Мы в свое время с вами говорили о том, на что мы обращаем внимание. Нет ли снега, а если он есть, то он должен быть такой, как рябчик. Дальше. Оттаивший слой есть у нас или нет? Хотя бы 10 сантиметров. Если у нас есть этот слой, работаем. Именно померзло таяло. Ловим тогда, когда утром почва замерзает. Если нет, извините, ждем, чтобы настали условия, когда верхний горизонт тоже оттает. И эти моменты в этом году будут очень важны, потому что прогнозы, которые мы имеем, они меняются буквально каждый день. Итак, стратегически мы проводим подкормки весенне-летнего периода. Мы их знаем, они здесь представлены. Единственное, на что хочу обратить внимание, в первом этапе мы спрашиваем у почвы и оцениваем и содержание влаги, и запасы азота. А уже дальше мы спрашиваем растения. То есть мы проводим листовые диагностики. И в этом году они будут очень важны, потому что только они вам покажут. Тот азот, который вы дали в ранневесеннюю подкормку, любым способом, он излоталый, по подсыхающей, он сработал, он остался в растении, и каков дефицит сейчас испытывают растения. Поэтому эти показатели очень важны в этом году, и их обязательно нужно использовать. Итак, план первоочередных мероприятий. Он ничем не изменился по сравнению с прошлым годом. Мы также проводим инвентаризацию, понять, а вот эти морозы, они каким-то образом нарушили растения, растения способны к возобновлению вегетации или нет. Именно сейчас это нужно провести. Более того, мы подсчитываем количество живых растений на квадратном метре. Мы очень редко это делаем, но учитывая, что у нас вот такие вот условия, которые очень сложно оценить без этой информации, мы должны это ввести в работу, и для нас это должно стать традиционным. Проводим отбор образцов на содержание влаги и нитратово-метровой толщи. Но это уже многие делают каждый год, и это очень хорошо. На раскустевших всех посев обязательно определяем запас сахаров, потому что в данных условиях, если запас сахаров где-то 25-28%, и у вас там 4-5-6 побегов, то не нужно этому растению вот в таких вот экстремальных условиях помогать. Достаточно влаги, достаточно сахаров, пойдут повышение температур, и растение само даст себе старт, а ему нужно уже помогать тогда на более поздних этапах. Это очень важный диагностический признак, которым нужно воспользоваться. Дальше оцеливаем состояние листовой поверхности. Вы помните, что в прошлом году у нас в январе месяце были коричневые поля, но несмотря на это мы с вами получили рекордный урожай. Поэтому в этом году тоже нужно на это обратить внимание, и мы тогда планировали, рекомендовали проведение обязательного варонования. В этом, если у вас такая ситуация будет складываться, тоже этим приемом нужно воспользоваться. И рассчитываем потребность в азоте на весь период весенней вегетации. И самое главное, то, что мы с вами в прошлом году говорили, и то, о чем мы говорим с вами сегодня на лекциям, это планируем структуру урожая. То есть мы должны сейчас понимать, а сколько побегов нам нужно дополнительных, а какие побеги должны стать продуктивными, а сколько колосков должно быть заложено в колосе, а сколько зернышек мы должны заложить в каждом колоске. И это сейчас мы планируем. Исходя из этого, мы устраиваем дозы подкормок с учетом тех показателей, которые нам дали диагностики. И естественно проводим подкормку по мерзлоталой почве, по подсыхающей с учетом развития растений. Это данные прошлого года, когда у нас отмирала полностью листовая поверхность. А какое состояние сейчас? При Азовской зоне листовая поверхность живая, только кончики листьев имеют определенное поражение. В Лос-Альском районе та же самая ситуация и на хорошо развитых, и на тех посевах, которые находятся или в начале ухущения, или 3-4 листа. В Приазовской зоне здесь тоже поранена только часть листовой поверхности, поэтому на данный момент той ситуации, которая связана с гибелью листовой поверхности прошлого года, мы не наблюдаем. Заветинский район, та же самая картина. информация о состоянии посевов на декабрь у нас представлена на нашем сайте, вы можете посмотреть и сравнить со своими посевами. Спасибо большое за внимание, здесь представлены наши реквизиты, то есть информация, по которой вы можете с нами связаться или увидеть ту информацию, которую мы выставляем на своем сайте и своем телеграм-канале. Спасибо огромное, я думаю, что мы правильно организуем азотные и азотнофосфорные кормки, азима, пшеница в этом году. Я хочу посоветовать ждать, не торопиться, особенно Краснодарский край, у них 75% посевов, которые в хорошем состоянии. До тех посевов, которые в хорошем состоянии и где есть 4, 5, 6 побегов, нужно сдать новых и только тогда на эти посевы идти с подкормками. Вы ничего не потеряете, а наоборот, вы дадите азот тогда, когда растение будет его использовать на закладку продуктивных побегов. И дальше уже внося азот в период конца кущения выхода в трубку и следя за обеспеченностью азотов в период выхода в трубку, вы действительно сможете отрегулировать структуру урожая. Поэтому я предлагаю в этом году не торопиться. Даже не торопиться тем, у кого только всходы или только один-два листа. Почему? Потому что вы видели какая насыщенность влагой и если эти растения они только начинают свое развитие, корневая система, даже первичная корневая система у них на глубине не больше 10 сантиметров, а может даже и меньше. Поэтому при такой насыщенности влаги все равно азот распределится глубже и тот эффект именно дать старт растению, обеспечить азотов, когда оно начинает развитие, у нас не будет. Да, азот, он потом развивается, корневая система, какую-то часть азота он все равно возьмет. Но вот этот эффект подкормки, который дает нам 3-4 центра прибавки урожая, вы здесь не получите. Поэтому даже на этих посевах не стоит сейчас торопиться и может быть пропустить мерзлоталу, а дать тогда, когда вы уже увидите на этих посевах бугорки корневой системы, когда у вас появится уже корневая система именно весеннего периода. Я говорю о ситуации, об алгоритме, но каждый должен увидеть свое поле и понять, как можно определить и можно взять комок почвы, сжать его в руке и этот комок почвы будет сформирован, он не распорется. И самое главное, на какой эффект нужно обратить внимание, у вас должны быть четко отпечатанные пальцы и должны быть глубокие отпечатки. и когда вы раскроете ладонь, у вас она будет мокрая. В этом случае ни в коем случае нельзя вести подкормку. Нужно дождаться восходящих потоков влаги, чтобы эта влага стекла, она стечет, потому что все равно под силой тяжести она будет уходить вниз. И вот после этого начать подкормку. Это особенность этого года. Есть ли у вас ощущение, какой будет эта весна? ранней, поздней, с затяжными дождями или наоборот? Вообще это можно как-то предсказать? Предсказать, наверное, невозможно, но есть определенное ощущение тревоги. С чем она связана? Она связана с тем количеством осадков, которое выпало за осенний период. Неимоверно высокие цифры, которые мы с вами не наблюдали, если говорить в общем. Поэтому особого увеличения осадков за календарный год или за сельскохозяйственный год мы не видели. У нас были колебания в определенном пределе. Поэтому учитывая такую мудрость, что если выпало там осенью, то не достанется весне. Но это наше бытовое восприятие ситуации. Не хотелось бы, чтобы оно оправдалось, но определенная тревога существует. Хотя прогнозы, которые сейчас я смотрю и по сайту Ну и Погода и по сайту Аквювеза не дают информации о том, что будет очень резкое нарастание температур и влага эта улетучится. У нас был с вами 13-й год, когда мы тоже выходили из зимы с колоссальнейшим запасом влаги. Но потом пошло резкое нарастание температур до 20-25 градусов именно в апреле месяце. И что к мае месяце у нас ничего не осталось. Телеграмм это хороший инструмент для того, чтобы задавать вопросы. Задавайте вопросы. Мы будем готовить информацию и отвечать на эти вопросы. Потому что для того, чтобы действительно вам подготовить ответ и все разложить под полочком нужно время. А вот в такой источнике, как Телеграмм, время на это дается. Поэтому я вас призываю задавайте вопросы. Будем вместе находить решение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров